Русский ученый Чижевский писал Ученые уже давно расшифровали, они перестали быть загадки Например, смена суток, времен года, приливы и отливы Это уже давно не загадка Другие ритмы, например, солнечный цикл Открыто сравнительно недавно и до сих пор до конца нами не будет Но есть во Вселенной и такие циклы, которые мы на протяжении даже нескольких веков заметить не можем Ибо исчисляются они в тысячелетии Для их выявления нужно изучение опыта предков Один из таких циклов — прецессия земной оси Наши предки этот небесный цикл называли Сварожий Круп В соответствии со славяно-арийской астрологией, пришедшей к нам из древнейших времен Полный оборот звездного неба происходит за 25 920 лет На протяжении Сварожьего Круга наше ярило Солнце перемещается по небесному своду Из созвездия к созвездия в противоположном направлении от обычного годового света Положение Солнца на небосклоны определяется во время весеннего солнцестояния То есть в каком созвездии, в каком чертоге находится Солнце 22 марта, в ту эпоху мы и живем Так как в обличии от западной и китайской астрологии славяно-арийцы на небесном своде различают не 12, а 16 зодиакальных созвездий То соответственно зодиакальная эпоха у нас длится 1620 лет То есть точка весеннего солнцестояния ярило Солнца каждые 1620 лет переходит из чертовых чертов Многие ученые, и не только ученые, считают, что прецессия совершенно не влияет на земную жизнь Ну жили там наши предки как-то, мы живем и после нас будут жить И зачем в этом никак? Однако наши предки так не считали, и они правы Представьте себе, вы все знаете, телевизор обычный с антенной И передающие станции Чем точнее настройка антенны на станции, тем лучше принимается информация Тем четче изображение, тем лучше звук Сбейте настройку, и картинка поплывет А то и вовсе исчезнет, и получится мутное мелькание полосы и трес Такой вот антенной и можно представить земную осу А передающая станция это центр нашей галактики Тем более, что этот центр сейчас от нас закрыт газово-пылевыми облаками Нас пугают, что когда земля повернется так, что мы увидим центр галактики Наступят чуть ли не последние времена Но это совершенно не так В отсутствии качественной и достоверной, неискаженной информации Наш духовно-информационный эфир сейчас забивает всякая энергетическая грязь Вызывающая к жизни ложь, обман, хитрость, стремление любой ценой стать богаче всех Лживость, склонность к экспериментам и опытам для безбедной жизни в явном мире То есть у многих сейчас позиция «после нас хоть потом» Это вызывает подмену ценностей и попытки навязать ложные ценности и стереотипы всему обществу И как высшая точка гордыни и заблуждений Это наша попытка подчинить себе и своему я Наш целостный живой организм, нашу землю Ведь какая точка зрения бытует очень давно Мы не можем ждать милости от природы Взять их, вот наша задача То есть получается, что с точки зрения природы Села свинья, извините, за стол и ноги на стол с ним Так вот, эту эпоху наши предки назвали эпохой весы Они подметили, что хитрость, коварство, расчетливость и бессердечие Обычно приписываемые этому зверю Как нельзя лучше подходят для характеристики мира, в котором мы с вами сейчас живем Богиня-управительница эпохи лесы Марина Это богиня зимы, ночи и вечного сна и вечной жизни Но она же наводит на людей морг Помрачает сознание ложными образами На наше счастье нижняя точка Точка полной расстройки нашей антенны земли Уже пройдена Практически пройдена Смена эпох произойдет в 2012 году На пороге новая эпоха Эпоха постепенного возврата знаний Рассвет сварок По видам, на сварожьем круге эпоха лесы сменится эпохой волка Эпохи волка покровительствует Велес Он является верховным хранителем небесных брат между мирами Велес пропускает в Осваргу Пречистую души только тех усопших Кто не щадил своей жизни во защиту родовствия Земель отцов и дедов и древней веры Поэтому эпоха волка несет в себе чувство долга и справедливости Народы начинают вспоминать свою чистоту, свою красоту Те территории, где они раньше обитали Они начинают развиваться самостоятельно, избавляясь от паразитов Но не зря говорят, что ночь наиболее темна перед самым рассветом Потому что вся нечисть в этот момент активизируется И пытается успеть, успеть сделать побольше пакостей Прежде чем лучи рассвета прогонят ее по своим нормам В связи со сменой эпох, как мне кажется, можно выделить две основные проблемы Первая – это проблема семьи У лис, поскольку у нас сейчас эпоха лисы Самец участвует в рождении и воспитании лисят В основном принося на первых парах То есть пока лисится, мать еще из дома не может отлучиться Он приносит пищу То есть роль его сходна с позиции многих современных мужчин Ведь как сейчас говорят Нам, мужчинам, не рожать С ума вынуть и бежать Так? А у волков пара образуется зачастую на всю жизнь И большинство дел они делают вместе И даже когда один из них гибнет То второй может остаться одиночкой То есть больше он не найдет себе пар В воспитании потомства тоже оба принимают самое активное участие Как может, просто нам следует подумать Ведь новая эпоха потребует нового восприятия, нового подхода К воспитанию детей и семьи В связи с этим я хочу вам прочитать одно стихотворение Может быть, некоторые из вас его уже слышат Когда во вселенной царила утро И боги из праха мир создавали Они разделили силу и мудрость И людям не поровну их раздали Досталась мужчине простая сила Железные мышцы и взгляд бесстрашен Чтоб тех, кто слабей, защитил Если придется и в рукопашек А мудрость по праву досталась женам Чтобы вручали предков заветы детям В любви и ласке рожденном Отблеск небесный вечного света С тех пор, если надо, встает мужчина Свой дом защищая в жестокой схватке Да более ж мерно горит мучина Хозяйские ужины повады И если вдруг голос она возбысит Отнюдь на нее боитель не рожит Не для него премудрости жизни Битва страшна, но век и проще Так может, мужчины, я обращаюсь к основным к вам Может быть, хоть стоит на время Оставить свои амбиции И так заведшие землю втуки Прислушайтесь к женской мудрости Ведь сила женщины в ее способности любить Женщина в любви Полностью растворяет в себе А многие ли мужчины сейчас могут любить Отдавая себя любимой женщине? А ведь говорится, что Я приму только тех Кто будет любить друг друга То есть самосовершенствование Без любви невозможно И еще одна проблема Которая встает перед нами В связи со сменой эпохи И в связи с тем, что несет с собой эта смена Мне кажется, что То, что нас ожидает Очень хорошо описано в стихотворении Солдаева Василия Огненный ветер Огненный ветер кружится во мгле Копоть и пепел метет по земле Рану на душу На сердце руки сын Травы все в кавлях кровавой росы Птицу умолк Никто не поет Огненный ветер Пепел несет Вот на коленях стоит человек Огненный ветер Смети этот век Лживой Продажной эпохи конец Слабенький стук Леденелых сердец Эй, человек Подними-ка свой взгляд Что же ты смотришь на черный закат Ты погляди Погляди на восход Видишь, олень Видишь, встает Русь Богородица Дева краса Русая ниже колена коса Эй, замордованный пьяный народ Ты погляди Погляди на восход Ливень смывает и копоть, и грязь Видишь, ярила ликует, смеясь Тают извечные льды и снега Радуга в небе, цветная дуга Слезы прозренья омоют глаза Ратью Перуна тропочет гроза Русские боги Живейшая суть нам освещают Потеряной путь Эй, человек Должно гордо звучать Русич, давай, покажи свою стать Фон, погляди Мать Россия идет Символы новой эпохи несет Будто в короне В цветочном венке Меч золоченый в правой руке Влево колосье В янтарных пучок Правда в устав И судьбы в росли рот Слышишь, в единстве Забились сердца Нет и не будет Где-то света конца Эй, вы, народы, глядите вперед Русь Богородица Деда ветер Огненный ветер Сжигающий и одновременно очищающий И сможем мы вынести его Только в том случае Если объединиться Помните баснь о венике Так вот Мы как тот веник Сейчас должны Наконец взяться За ту грязь Которая скопилась На нашей матушке земле И вымести ее Но как веник Разделенный на прутики Ничего не выметит И легко может быть сломан Так и мы должны Держаться вместе Подобно волкам Старе Не зря молодые воины Раньше русичи Называли себя волками Ведь закон встает Какого? Один за всех И все за одного Что мы делим? Землю? Ее и так поделили Давно уже без нас Наша задача Ее объединить Небо Оно едино для всех Посмотрите на него Огромное Веру Религию Но ведь Мы все Поклоняемся Единому Богу Иисус говорил В доме Отца Моего много Прибежишь И не все ли равно Каким путем Идет человек К свету Если внутри его Горит Путеводная Звезда Ведь Раз мы Поклоняемся Одним и тем Но под разными Именами То значит Нет ложных И истинных Вер Есть добро Или зло В самом Человеке Так что же Мы тогда делим? Почему Христиане Полчились На Веты Многие Из тех Кто проповедует Веды Забывая Заветы Ведические Начинают Ругать Гнать Людей Других Вед Ведь Веды Тоже Учат Идите К другим Народам Учитесь У других Народов Не Всему Учите Другие Народы Да Это Так Но Ведь Призыв Учиться У других Брать Все Лучшее У них Но Ни в коем Случай Не жить В войне Во время Лесного пожара Хищники И травоядные Спасаются Вместе Неужели Мы будем Продолжать Грызть Друг друга Когда земля Гибнет Неужели Мы Глубие Звери Неужели Мы Не достойны Более Звания Человека О котором Можно Сказать Иди Не Опуская Веки Живим Мгновень Как Года Но Каждый След Чтоб Буд Навеки И Каждый Шаг Как Никуда Во Славу Богов И Предков Наш Слава 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 Слава